После проведения во Владивостоке Суперкубка России по ММА произошел настоящий бум. И в клубы Края пришло много новичков, желающих освоить этот популярный сегодня вид спорта. Первой возможностью проявить себя в наступившем году стали чемпионаты первенства Края по ММА. Ею, к слову, решили воспользоваться 75 бойцов со всего Приморья. С Уссурийска 23 человека, с Находки 20. То есть ребята очень сильно подтянулись, видно, что тоже там залы. Они, во-первых, залы подкрывали, там у себя клубы хорошие. И в Уссурийске открылся, и в Находке открылся, руководители открывают. Так что популяризация идет, и это радует, что противостояние будет не только один Владивосток, что еще другие города крупные будут, также показывают результаты. Чемпионат в этом году уже пятый по счету, первенство – третье. Традиционно на ринге сходятся самые разноплановые бойцы. Это и новички, и представители других единоборств, и профессионалы с огромным опытом за плечами. Попасть в сборную хотят все, но получат такую возможность только первые и вторые места. То есть всего 16 спортсменов. Боевой день оказался насыщенным. В течение 10 часов зрители могли видеть и быстрые технические нокауты, и долгие схватки, исход которых было невозможно предугадать. Бой хорошо провел, в своей манере дрался с неплохим бойцом. Один удар заставил меня понервничать коленом в грудь, взбил мне дыхание. Но я смог восстановиться. Я одержал уверенную победу. Ну, в финале проиграл, так получилось, просто физики не хватило немного. В целом-то всего хватило. А так, я думаю, на следующий год еще 16-17 попроще будет уже, как бы. Опыта наберу и за год этот. Ну, а так в целом, я впечатлен, особо не расстроен. Результаты же чемпионата можно описать одним примером. Еще на предварительных боях на ринге встретились выступающие среди профессионалов Григорий Сиренко и Сергей Любимов из клуба «Гладиатор». Победу единогласным решением судей одержал последний, тем самым выйдя на одноклубника Абдуллу Зайпулаева. Но встреча между ними так и не состоялась. Представители одной команды пошли на принцип. Подобная ситуация сложилась в большинстве категорий. Выступил хорошо, доволен собой. Продышался нормально, поработал. А в финале, с товарищем в финале разделили первое-второе место, как и в прошлом году. Так что дружба на первом месте, они стали биться. Будем готовиться на Дальний Восток. Время есть. Можно отметить, что хорошо выступают спортсмены с клуба «Гладиатор». В принципе, это закономерно. Они задают импульс в городе Владивостоке. И спортсмены с этого клуба всегда достойно выступают. Таким образом, почти во всех весовых категориях в честь нашего края на чемпионате ДФО будут защищать представители знаменитого клуба из Владивостока и Уссурийска. Стоит отметить, что приморская сборная уже четырежды завоевывала командное золото окружного старта, ни разу не отдав пальму первенства спортсменам из других регионов. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.